Всем привет! Меня звать Мария, я замужем, у меня муж, и двое детей, и двое внучаток. Ну, вот еще два британца. Я открываю свой канал, новичок, новенькая, стараюсь. Спасибо, кто подписался уже на меня, и кто подпишется, тоже большое спасибо. Подписывайтесь, это бесплатно, это большая поддержка мне, мне будет еще больше вдохновения. Сейчас я хочу ответить на пару вопросов по поводу поездки моей в Карловы Вары. Как я узнала про Карловы Вары, я с людьми общалась, разговаривала, и многие люди мне посоветовали, сказали, что очень хорошо, помогает, и я решила поехать. Я не могу сказать, что мне конкретно там очень нравится, я хочу сказать, что мне нравится там все абсолютно, природа, лечение, отели, в которых я была, ну, я была в двух отелях, ну, я довольна очень. Ну, что вот совсем мне не понравилось, такого нету. Ну, единственное, что мы сейчас поехали в апреле, в начале, я не знаю, как другие года, но в этот раз было очень холодно, и все хорошо, воздух хороший, все хорошо. Ну, вот, единственное, что мне не нравится, что я не смогла сидеть на лавочках. Это в прошлый раз, когда я очень много гуляю, и там есть чем наслаждаться, сидеть, отдыхать. Я садилась, но, я хочу сказать, холодновато было в это время, а так недостатков там нету, мне все нравится. Я, допустим, больше встречала людей от 40 лет, скажем так, да, было много тоже молодых, ну, как молодых, совсем молодых нет, до 20, были от 20, с детьми маленькими очень мало, потому что там нету детских площадок. Ну, я бы сказала, вот, 40 лет там много людей, да, но я бы, вот, мое мнение, я бы посоветовала и молодым тоже ездить, я бы даже своим детям это посоветовала, потому что чем раньше мы будем, ну, поддерживать свое здоровье, тем лучше. И я считаю, я, мое мнение, я бы поехала еще раньше, если бы я об этом знала. Я скажу про себя конкретно, у меня, допустим, даже, я скажу так, не было свободного времени, потому что даже прогулки, это было для меня такое занятие даже. И, допустим, до обеда совершенно у меня не было времени, а после обеда это было все мое время, но так как там очень много можно гулять, наслаждаться природой абсолютно всем, и у меня времени совсем не было скучать. И две недели пролетели очень быстро, а бывает еще и после обеда тоже процедуры, поэтому я считаю, там не соскучишься. Во всяком случае, я не скучаю. Отель называется, назывался, где я была, Кривань, но что я хочу сказать, уехала я очень-очень довольная, очень довольная. Приехала, как и обычно, приезжаешь, надо все найти, потому что в прошлый раз я была в другом отеле, этот, скажем так, в пять раз больше того отеля. Естественно, первый день-два ты ходишь, смотришь, присматриваешься, но и потом я привыкла, и я хочу сказать, отель мне очень понравился. Единственное мне не очень понравилось, это что надо было по меню еду заказывать, но голодной ты не был, все было, еда была, все, процедуры, врачи, медсестры, все обслуживание. Я очень довольна, я уехала, здоровая и довольная. Врачу я попала, я была очень довольна, вообще, я даже сказала, в шоке была, я довольна, она мне все прописала, все процедуры, я была всеми довольна, и все мне помогло, я даже удивилась. И медсестры, куда заходил, все добрые, пожалуйста, проходите, у них очень много терпения на нас, на посетителей там. Ну, допустим, я поехала туда не как в больницу лечиться, я поехала туда поддержать свое здоровье, у меня, допустим, ну, ничего серьезного, астма, аллергия, ноги начали болеть, спина, как, впрочем, и у всех людей начинает. Мне очень помогло. Ну, наверное, как вы поняли по моим всем видео, как я восхищалась. Конечно, я не скажу сейчас что-то новое. Единственное, что я ходила на экскурсию, ну, такая, пешком была экскурсия, у нас там человек 25 было, и, ну, я не могу сейчас и не хочу вам рассказывать, но я осталась довольна, кое-что я для себя узнала, и историю, скажем так. А история, ой, какая далекая и очень интересная, поэтому город очень мне понравился. Я, допустим, приехала из Германии, поэтому можно там менять деньги, ну, там и везде платишь мид ойра, поэтому я не меняла. Единственное, допустим, во многих магазинах платишь ойра, а они назад дают их деньги. Ну, допустим, мое такое мнение, вот я обязательно туда еще раз поеду, обязательно две недели минимум, только на две недели, на неделю я не поеду, потому что две недели ты уже, действительно, твой организм привыкнет ко всему, и к этому климату, потому что климат тоже чуть-чуть все равно другой, климат, еда, все вот эти процедуры, которые проходишь, это все должен какой-то эффект быть. И чтобы он был, ну, я на две недели буду ездить. Ну, я не могу конкретно сказать, потому что это действительно ты, когда у туроператора заказываешь, там уже сколько процедур в неделю, и от этого зависит сумма. Поэтому, естественно, чем меньше, или вообще без процедур, это, конечно, меньше, а мы брали, скажем так, полный пакет, потому что действительно хочется, чтобы помогло, поэтому тут цена разная. Ну, где мы были, да, были с собачками, было много людей с собачками, и я хочу сказать, собачки очень воспитанные. Одна только, видимо, хозяева ее оставили, пошли покушать, она прям такая, потом жаловалась им. А так, тихо, никаких беспокойств, никаких запахов. Я хочу сказать, что это не мешало, что там были собачки. Собачки были, животные были в отеле. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы вдруг, обязательно спрашивайте в комментариях, я вам отвечу. Большое спасибо, что вы досмотрели, если досмотрели до конца, большое вам спасибо. До свидания, ставьте лайки, подписывайтесь, я буду очень рада. Спасибо большое. Выключи, что и говори.